Так, всем привет! У нас тут денёк такой со скидочками. А скидочки мы любим, а тут у нас Blackview A7 с двойной камерой временно стоит 3000 рублей. Это где-то 50 баксов. Ну, по поводу двойной камеры, конечно, камера будет шлак, но за 50 баксов смартфон это, в принципе, неплохое, скажем так, предложение. Осталось два дня, чтобы успеть купить смартфон Blackview A7 по сниженной цене, менее чем за 3000 рублей. Ну, там за 49 баксов, в общем. Производитель оснастил A7 5-дюймовым дисплеем, четырёхъядерным процессором, двойной камерой и аккумулятором на 2800 мАч. Ну, 2800 мА-то, в принципе, неплохо для 50 баксов. Android у нас здесь семёрка. Такой смартфон подойдёт в качестве запасного девайса для вебсёрфинга и общения или гаджета для ребёнка. Ну, впрочем-то, да, конечно, если ребёнок разгадит его, ну, 50 баксов, это не такая уж и большая цена, чтобы, там, ругать или плакать. В общем, когда покупаешь за такие деньги телефон, в общем-то, на нечто большее не рассчитываешь. Чтобы ответить на все вопросы пользователя о дизайне и качестве данной камеры, аппарата компания подготовила специальное видео. На ролике BlackVue продемонстрировала 4 смартфона в разных цветах, чёрном, белом, светло-голубом и золотом. Задняя крышка BlackVue A7 выполнена из металла с узором, который улучшает тактильные ощущения от девайса. Ну и узор, конечно же, благодаря ему будет лучше держаться аппарат в руке. Это проверено, потому что у меня тоже рельефный такой телефончик, вернее, ну, с такими полосочками нарезными и намного лучше, конечно, сидит. Вот, компания также показала интерфейс камеры со специальными настройками для двойного модуля, а затем дала оценить качество изображения. Сейчас в ассортименте BlackVue находится больше 10 смартфонов. BlackVue A7 предлагает последнюю версию ось и достаточная для повседневного использования характеристики за рекордно низкую стоимость. До 5 августа девайс доступен по специальной цене в магазине на Алиэкспресс. Переходим по ссылке и смотрим этот, значит, аппарат. Ссылочка в описании. Продолжение следует... Продолжение следует...